всем привет сегодня выходит третий эпизод посвященный сериалу вещь из китайского фонарика давайте как в сериалах содержание первой серии было такое мы узнали как разбирать наш фонарик при помощи такого девайса вот и зачем менять аккумулятор конченый аккумулятор китайский на отличный аккумулятор купленный отдельно но первый первый эпизод был снят больше года назад и условия съемки были еще с электричеством а теперь наша студия переехала на балкон потому как электричество нету здесь хоть что-то видно во второй серии снятой в таких же экстремальных условиях практически при освещении искусственном фонарики всякие было снято и показано как какие провода куда идут если кому интересно то второй эпизод об этом в нем же если я не ошибаюсь я упомянул о том что вот этот вот прекрасный вот так видно да вот этот вот прекрасный диодик у нас увеличивает срок службы свечения от одного заряда на существенное количество времени значит третий эпизод теперь третий эпизод на балконе о чем значит сутки назад дочка принесла мне фонарик с такими симптомами сзади светится красным при нажимании на кнопку не отвечает ничего не светит и не заряжается как вот вроде бы поломанный но красным светится сильно похоже на аварийный какой-то режим но вряд ли китайцы думали об этом в общем светится красным значит я начал расследование разобрал фонарик и что определил первое что я определил это какое напряжение на нашем аккумуляторе на аккумуляторе к этому моменту оказалось около двух вольт так я вам покажу что сейчас это уже после ремонта у нас тут 4 и 1 вольта значит все зарядилась все замечательно значит что было у нас на самом деле вот у нас поближе значит там нарисована вот эта плата вот видно тот край так где вот стоит контроллер значит здесь тоже еще два транзистора не нарисовано они у нас осуществляет пуск двух светящихся элементов в этом фонарике 2 как вы знаете значит третий элемент вот этот вот он отвечает за зарядку фонаря значит здесь установлен транзистор сразу проводимостью нпн с маркировкой g3 и так вот значит вот это его такой внешний вид он маленький вот он вот он выпал на нем не буду приближать ну скажем вот на нем мы видим вот такие вот повреждения да то есть он поврежден у нас и там прогар виден значит он вышел со строя пробился переход база коллектор значит я взял опять же в предыдущей серии вы видели откуда я брал свои детальки я взял бушную детальку такого размера и они все они конечно транзисторы не все они нужны проводимости но я достаточно быстро нашел используя опять же тестер вы должны уже наверное уметь прозванивать транзисторы начиная с базы коллектор база эмиттер значит находите просто транзистор и я поставил транзистор с маркировкой т 1 а мне все равно какой-то транзистор главное что он той проводимости и его можно поставить туда пойти по размеру он подходит сейчас он установлен здесь не сути там показывать вот и функционирование фонарика восстановилась значит отдельно отдельно мне пришлось дозарядить аккумулятор используя лабораторный блок питания я подзарядил до 3 вольт этот аккумулятор вот и по сути работоспособность фонарика восстановилась после замены этого элемента транзистора напоследок оглашу токи которые я промерил включив в цепь аккумулятора амперметр какие токи потребляет фонарик в разных режимах в режиме основном свечение основного фонарика он потребляет 200 миллиампер в режиме бокового свечения с нашей доработкой он потребляет всего 50 миллиампер вы уже поняли да что в при такой доработке светить боковым намного выгоднее дольше будет и последняя при заряде при заряде аппарат потребляет всего 100 миллиампер то есть батарейка аккумулятор аккумулятор заряжается при токе 100 миллиампер отсюда понятно почему он так долго заряжается но пока меня это устраивает и это в принципе хорошо вот еще одна рекомендация я думаю нецелесообразно производить включать фонарик случайно скажем при зарядке то есть это может повлечь это одна из причин возможных причин выхода из строя вот этого зарядного транзистора ну на этом наверное все пока всем удачи а